Всем привет! Это новый выпуск блога «Давайте разбираться», где мы диагностируем, настраиваем и ремонтируем ратраки. А я Сергей Будылин. Сейчас мы сидим в Пистонбуле 300 с двигателем Detroit Diesel. Но говорить мы сегодня будем не только про 300-ку, а обо всех моделях Пистонбуле, в которых есть именно вот такой электронный блок. Это электронный блок, отвечающий за движение машины. Похожий блок ставится на такие модели, как в Пистонбуле 160, 240, 260, 280, 100, 200 и 300. Что делать, если со временем в процессе эксплуатации вы заметили, что машина стала двигаться как будто медленнее, или у машины как будто потерялась мощность? Как говорится в этом блоге, давайте разбираться. И решение в этом случае есть, и оно довольно простое. Можно выполнить процедуру тычин, которая помогает в большинстве случаев. При нормальной работе машина ведет себя следующим образом. Если вы включили направление движения, сняли с стояночного тормоза, прибавили потенциометр хода, машина начинает свое движение с 1200 оборотов. Если машина чувствует какую-то преграду, приведем грубый пример, чтобы было понятно. Уперлись вы в стены, даете газ, машина не будет рвать гусеницы. Она сильно напряжется, но в итоге вряд ли будет буксовать. Нагрузка будет сниматься, и двигатель не заглохнет. За это отвечает именно вот этот электронный блок. Этот электронный блок работает следующим образом. Он сравнивает заданное значение с истинными значениями. Заданным значением для этого блока является значение положения педали газа. Под педалью газа стоит потенциометр. Конструктивно на разных моделях он может отличаться, но он есть на всех моделях. Истинные значения – это обороты двигателя, их количество. Когда мы нажали педаль газа, например, на 50%, обороты двигателя у нас сейчас, к примеру, 1900. Заводской программой внутри этого блока заложена некая таблица соответствия. Условно, программа понимает, что если педаль нажата на 50%, обороты должны быть 1900. Я не говорю, что это жесткая привязка. Это пример, чтобы понять принцип работы. 50% нажатия педали – это 1900 оборотов. У программы в этих мозгах есть допуск, назовем его плюс-минус 50 оборотов. И электроника понимает, что может быть не 900, а 1850 или 1950. Это допустимый коридор. Но если, например, топливные фильтры забились, или действительно мощность двигателя подсела, нажали педаль на 50%, а двигатель осиливает выдать только 1800 оборотов, тогда электроника не даст 100% сигнал на приводные насосы. И машина так быстро не поедет, потому что убежали из допустимого коридора, вышли за рамки. Для того, чтобы поправить работу электроники и объяснить, что коридор диапазонов у нас чуть-чуть сместился, можно сделать такую процедуру, которая называется тычинь, как я уже говорил в начале ролика. В электронике мы прямо увидим ее, это название. В процессе выполнения этой процедуры мы как раз объясняем электронике, при каком положении педали газа какие действительные реальные обороты есть у двигателя. Таким образом мы знакомим систему заданного с истинным. Такую калибровку рекомендуется выполнять хотя бы раз в год, так как, ну, как ни крути, и мощность двигателя со временем снижается, и фильтры топливные забиваются, да и еще куча факторов. Долго перечислять не буду. После того, как мы сделали такую процедуру, попробовали проехать, в 89% случаев это помогает. Делается это следующим образом. Во-первых, прогреваем машину до рабочей температуры, и градусов на 70 и выше уже можно выполнять. Это необходимо для следующего. Мы будем давать ей максимальные обороты. Итак, запустили машину, держим на холостых, обязательно поставили на стояночный тормоз или на ручник, кому как нравится. В направлении движения выключено нейтраль, вращение фрезы выключено. Машина просто стоит в статике. Запускаем машину, дожидаемся, когда электроника при включении зажигания нам покажет модель машины, 300D в данном случае. Ждем пока вот здесь отобразятся обороты двигателя. Краткая ремарка. Те обороты двигателя, которые показаны на электронике, это истинные значения, и это точные значения. Те обороты, которые отображаются на тахометре, по всем привычным стрелочкам, это примерные обороты. Тахометр не является точным прибором. Это индикатор. Он показывает плюс-минус. Если чуть-чуть привирает тахометр, это ничего страшного. Точные обороты вы всегда можете посмотреть на электронике. Машина запущена. Выставляем на холостые обороты. Напомню, что холостые обороты для этих двигателей порядка 850. По умолчанию, при включении зажигания на дисплее, у нас, к сожалению, дисплей не светится здесь, старенькая машинка, но можно разглядеть. Написано СИС-1. Система-1. Это домашняя страничка у этой электроники. Нажимаем стрелочку вверх один раз. Он пишет СИС-2. Написано Inactive. Сверху в заголовке мы как раз видим написано ТИЧИН. Для того, чтобы приступить к выполнению ТИЧИН, нам нужно нажать кнопочку Е один раз. Система-2 мигает. Стрелочку вверх один раз. Она пишет ГАЗ ГЕБЕН. Это значит, прибавляйте газ. Газ необходимо прибавлять плавно до максимальных оборотов. Без рывков, без ступенчато. Для того, чтобы электроника поняла, какой у нее коридор, при нажатии газа обороты двигателя должны успеть подняться за положением педали газа. Поэтому действуем не рывками, а плавно нажимаем до упора. Кто-то делает ногой. У кого-то от волнения не получается сделать ногой. Нога дрожит. Можно наклониться и выполнить рукой. Плавно нажать на педаль газа до упора. Вот сейчас мы это как раз и выполним. Прибавляем газ. Слишком медленно или слишком долго выполнять процедуру. Прибавлять газ не стоит. Довели до упора педаль в пол. Обороты максимальные. Нажимаем кнопку Е. Он пишет слово спейшер. Прописывает. Сейчас написал инактив. Инактив это значит все сделали правильно. И он принял эту процедуру. Теперь можно дальше пробовать на машине ехать. Можно вернуться назад в систему 1. Можно ничего не делать. После того, как написал спейшер и инактив, значит электроника машина приняла это. Если сделали слишком быстро, или сделали рывками, или слишком медленно нажимали на педаль газа, он это не принял. Покажет ошибку. Электронный блок начнет пищать. Не пугайтесь. Просто необходимо повторить процедуру заново. Кстати, этот же электронный блок отвечает еще и за работу фрезы. Но об этом как-нибудь в другой раз. Если это видео показалось вам полезным, то пожалуйста поставьте лайк. Вам это будет сделать несложно, а нам очень поможет в том, чтобы продолжать выпускать подобные ролики и дальше. Или напишите в комментариях, на какую проблему и на какой машине в Пистонбуле вы хотели бы, чтобы мы сняли следующий разбор. А с вами был я, Сергей Будылин, руководитель сервиса официального дистрибьютора Пистонбуле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова